Привет! В эфире Двое на кухне, читая кота. Я Борис Волков. Сегодня ко мне в гости на кухне пришел Роман Билок, он же Рома Зверь, лидер группы Звери. Роман, мы очень рад вас видеть. Привет! Роман Билок, лидер группы Звери, родился в 1977 году в Таганроге. Рома Зверь с самого начала своей карьеры был не похож на других рок-музыкантов и тем более на эстрадных исполнителей. Его бешеная искренность и подростковый запал в 2000-х сделали группу Звери настолько популярной, что многие стали думать, что это поп-группа, но не может рок быть настолько популярным в нашей стране. И тем не менее. Звери собирают стадионы, 7 раз получают премию Муз-ТВ как лучшая рок-группа года. Напитки покрепче, районы кварталы, все, что тебя касается, просто такая сильная любовь и другие вошли в число самых известных песен своего времени. С годами Роману захотелось более спокойного звучания группы и Звери стали выступать на более камерных площадках. В 2009 году группа записывает свой акустический диск в театре эстрады. Параллельно с музыкой Роман увлекается фотографией, живописью, модой, начинает учиться на кинорежиссера. В 2013 году Роман Звери объявляет о творческом отпуске своей группы. Музыканты просто на время отказываются от гастрольных туров и концентрируются на написании новых песен и записи альбома «Звери. Лучшие» с хитами прошедших лет. Благо, таких накопилось немало. Как планируете встречать Новый год? Он же на носу. Да как всегда, наверное. Хочется же просто отметить и что-то придумать себе новое. Потому что, ну, вариантов-то уже много было. Например, какие самые интересные из тех, что были? Самые интересные, я сидел в КПЗ-10. В каком-то году было. Запоминающийся Новый год был у меня. Год, наверное, 99-2000. 99-й или 8-й, не помню уже точно. А по поводу? Ну, это долгая история. В общем, милиции нужно было план сдавать, нарушителей. Я вот оказался в ненужном месте. Да, это как раз получается еще время, когда вы неизвестны, да? Ну, конечно. Сейчас время, когда вас знает вся страна. Да, но Новый год этот помнится. Новый год, понятно, помнится. А жизнь вообще, вот тогда вы сидите в КПЗ и сейчас вы поедете на Новый год? Да, поеду покататься на доске в океане. Позанимаюсь серфингом. То есть, получается, там, 14 лет назад в КПЗ сейчас серфинг где-то в каких-то теплых краях. Чтобы стать знаменитым, пришлось себе что-то менять? Или как раз вы стали знаменитым за счет того, что просто миру показали, какой вы были, и ваши песни, и ваши тексты? Это сложный вопрос. Сложный. Но большинство публики, конечно, восприняло меня таким, какой и есть. Расскажи, что море не кончаются, как любовь никогда не закончится. И мечты, ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. И мечты, ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. Вам важно, что о вас думают люди? Те, которых я люблю и уважаю, да. Те, которые мне параллельно нет. Ну, то есть... Это сложно объяснить. Мне, конечно, важно, что... Я прекрасно понимаю. Что обо мне говорят, но мне важно знать, что информация, которая изливается из уст человека, она достойная, правильная и имеет право быть. То есть, если это совсем не глупость, тогда да. То есть, вы критику можете воспринять? Конечно, если критика адекватная и профессиональная. Потому что много людей критикуют и говорят о многих вещах, не зная сути этих вещей. Вот эти люди мне не интересны. В эту ли категорию попадают те, кто считает, что звери – это не настоящий рок, это попса и так далее? Эти люди – третьи. Как мы их назовем? Мы назовем их планктоном, который пытается из мухи сделать слона. Человек же не слушает музыку. Вот, если в песне звучит пианино, я слушать не буду. Или если в песне звучит гитара акустическая, я не буду слушать. Я так не люблю акустическую гитару. Или если там жужжит что-то там. Или барабаны электронные играют в песне, я не буду слушать. Вот, если бы эти люди так писали, они бы выглядели достаточно глупыми людьми. Но они спрятались вот за эти форумы – попса, не попса там. Дело же не в этом. Дело в том, насколько искренне это сделано. Нельзя осуждать искренность автора. Ее невозможно осудить. Это нехорошо и неплохо. Публика очень нехорошо, как такой живой большой организм. Она чувствует, где с ней честен автор, а где он пытается заигрывать с ней или обмануть, либо спрятаться за что-то. Это очень видно. И, как мне кажется, все эти разговоры – это попа, это рок – они настолько детские и бессмысленные, что о них говорить вообще не стоит. Я бы говорил об искренности автора и нет. Ром, ну и напоследок вы можете поздравить нашу аудиторию с Новым годом и пожелать им все, чего хотите. Вот можете сделать эту ноту камеры. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Поменьше болейте, побольше работайте. И оберегайте, и любите своих близких людей, потому что кроме них у вас никого нет на самом деле. Вы одиноки в этом мире. Любите своих. Пока!